Мы с вами начинаем. Вопросы уже непосредственно нашим спикерам мы пишем во вкладке вопросы. Просьба формулировать свои вопросы по ходу вебинара. И я думаю, что в конце вебинара наши докладчики дадут на них свои ответы. Сегодня с нами работают знаменская Оксана Витальевна, доцент кафедры теории и функций Института математики и фундаментальной информатики Сибирского федерального университета. И Ликонцева Валерия Григорьевна, учитель математики гимназии номер один университет. Техническую поддержку осуществляю я. Меня зовут Дарья Анатольевна Кузьмина. Я являюсь инженером Центра обеспечения информационно-образовательных средств Института повышения квалификации. Далее, уважаемые участники, все материалы сегодняшнего вебинара, в том числе и записи вебинара, будут доступны на нашем сайте ипк.кипк.ру в разделе «Вебинары» под наименованием сегодняшнего вебинара. Вот как раз-таки представлено на слайде адрес сайта. Ну а сейчас я передаю слово Оксане Витальевне. Убедительная просьба подождать буквально минутку, и сейчас мы на нее переведем камеру. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами собрались обсудить проблемы математической подготовки, которые выявили краевые контрольные работы, проведенные Центром оценки качества образования. Ну вот последняя работа была проведена по математике в седьмых классах осенью. Сейчас мы уже получили результаты, нам в статистике обработали некоторые данные, что-то мы осмыслили сами. И, ну, в общем, стали готовы говорить о том, какая у нас получилась картина. Но прежде чем говорить о результатах, давайте немножко вспомним про то, что это за работа, зачем она предназначена. Вот разработали ее я, Валерия Григорьевна Леконцева, Ольга Анатольевна Кранцин. Тут презентация написана мелко, но двое из нас – это учителя математики. Я работаю в Сибирском федеральном университете в двух институтах. Педагогики психологии, социологии и математики и фундаментальной информатики. Ольга Анатольевна у нас удерживала позицию административную. У Валерии Григорьевны большой опыт работы, она старший эксперт ЕГЭ, ОГЭ. То есть, как бы удерживала ситуацию тестирования в образовании вообще. Я также являюсь руководителем группы разработчиков инструментария Дельта по математике в основной школе. Поэтому, как бы, с одной стороны, имелся такой серьезный задел у авторов для этой работы. С другой стороны, имелась большая необходимость как-то оценивать результаты образования нашего и наших детей. Так, чтобы с одной стороны посмотреть, каковы учебные достижения учащихся. Вы можете посмотреть назначение контрольной работы на презентации. А с другой стороны, представить некоторые ориентиры установки современной стратегии, которые сейчас, которым нужно следовать для того, чтобы корректировать и управлять образовательным процессом. Но вот второй пункт я поясню немножко подробнее. Значит, сейчас понятно, что уже мы привыкли к новым терминам, к новым понятиям, к новым образовательным результатам, которые обсуждаются у нас в федеральном стандарте. В чем особенность этого стандарта? Если раньше мы ориентировались на программу и на учебник, и все, что нужно было нам знать и уметь, учителю математики, и все, чему нужно научить детей, в принципе, содержалось в программе и в учебнике. То теперь для нас главный ориентир – это стандарт. То есть те результаты образования, которые задаются в стандарте, которыми мы должны добиваться, обучая наших учеников математики. И поэтому возникает такая ситуация, что в современном образовании она пока у математиков наименее явная, а в других предметах она гораздо более явная, когда учитель уже не может ориентироваться на какой-то учебник, хотя, конечно же, еще это происходит, мы вынуждены это делать, с одной стороны, но с другой стороны мы должны и метапредметные умения формировать, и универсальные учебные умения, про которые ни в каком учебнике не сказано. И вот это задает определенную точку зрения на то содержание, которым мы должны научить. Поэтому важны вот такие процедуры, которые, с одной стороны, внешние для школ, с другой стороны, их могут проводить сами учителя, чтобы смотреть прежде всего, в каком направлении нужно двигаться дальше. Контрольная работа строилась на основе деятельностной концепции, той самой которой, одной из концепций, которые положены в современный стандарт. Здесь, в математике, мы выделяем три линии. Линия алгоритмическая, которая связана с освоением различных алгоритмов, правил действий, способов действий. Исследовательская, которая на содержании школьном реализуется в основном в геометрии, которая связана с исследованием утверждений, обоснованием, доказательством, подтверждением примерами, опровержением. И линия моделирования, которая сейчас в едином государственном экзамене очень ярко проявляется в задачах прикладного характера, когда стоит какая-то практическая ситуация, и нужно использовать математические средства для решения этой ситуации. В начальной школе наиболее представлена первая алгоритмическая, она связана с вычислительными умениями, навыками счета и понятием числа. И последняя, моделирование. Она связана с преобразованием величин и решением текстовых задач. А вот в пятом и шестом классе, в качестве пропедевтики, чтобы дети успешно учились у нас дальше, не должна уже появляться и исследовательская линия. Вторая особенность контрольная. То есть задания, они как бы распределены по вот этим трем линиям. И можно, глядя на то, как ученик решает задачи, сказать, он в рамках какой линии осваивает математику лучше или хуже, или вообще не осваивает, или блестяще работает во всех трех линиях. Второй особенностью является то, что выделены ключевые или сквозные предметные умения в рамках этих линий. Мы проверяем такие предметные умения, которые не только уже сформированы к концу шестого класса, но и потребуются обязательно ученикам дальше. Ну, самое такое, основное, которое является результатом начальной школы, это, конечно, способность вычислять, работать с числами, выполнять действия с числами. Второе, ключевое, которое можно примести, и которое дальше обязательно будет требоваться при освоении алгебры, это способность работать с формой записи выражений, преобразовывать выражения, применять тождественные преобразования разного вида. Вот в пятых шестых классах преобразование это фактически основывается на применении распределительного закона. Он позволяет нам раскрывать скобки, выносить общий множитель за скобку. Дальше идея, понятие остается то же самое. Мы должны преобразовать форму записи выражения, сохраняя его значение. А средства, которыми начинают владеть ученики, они, конечно, расширяются. Теперь вместо числового выражения мы работаем с буквенными выражениями в седьмом классе и дальше в восьмом. Мы преобразуем не только, используя распределительные законы, но и формулы сокращенного умножения. Дальше мы приводим многочлен к стандартному виду, это тоже преобразование. Дальше мы выполняем преобразование уравнений и так далее. То есть такое вот ключевое умение, которое формируется на разных этапах обучения, разная техника работы, а понятия, они едины. И если их ученик, очень важно, уже осваивает в пятом-шестом классе, то дальше, понимая, что он делает, он гораздо легче будет осваивать и конкретную технику вычисления. Следующая особенность этой контрольной работы состоит в том, что здесь мы опираемся на представление о содержании, что такое базовый и что такое повышенный уровень освоения предмета. Разные вообще выделяются уровни в педагогике и в математике разными способами. Можно считать уровень относительно того, насколько сформирован навык, то есть сколько человек может задач решить за единицу времени однотипных. Если решает две задачи, то на базовом уровне. Если решает 10 практически в уме и слету, то на повышенном уровне. Мы другое представление здесь. Закладываем в основу того, что такое базовый и повышенный уровень. Это представление едино с современными диагностическими инструментариями, которые в России разрабатываются. Оно же лежит в основе контрольной работы за 4 класс, краевой, которая проводилась на этих же детях. Я потом немножко скажу, что сравню результаты. И оно состоит в том, в чем отличается базовый и повышенный уровень. Базовый уровень состоит в том, что ученик работает по тем правилам и образцам решения задачи, которым вы его научили. То есть вы научили его решать какие-то примеры из учебника, и он теперь учили его решать примеры из учебника, и теперь он может решать примеры из этого учебника. В этом состоит базовый уровень. Повышенный уровень освоения предметного действия состоит в том, что ученик понимает, что он делает, использует не только образец, но и понятия. И это ему позволяет самостоятельно двигаться в предмете. То есть решать, например, немножко другие, по-другому сформулированные задачи. Задачи с нестандартным условием. Задачи, которые состоят в том, что нужно спланировать или скомбинировать несколько способов. И вот это разделение такое, как бы ориентация на образцы, на правила, которые ему дал учитель, базовый уровень, да, и самостоятельное движение, которое возможно из-за того, что человек ориентируется уже на понятия. Вот это вот разделение положено в основу инструментария. Соответственно, тест содержит у нас два вида заданий. На каждое действие сквозное, на каждое сквозное умение есть задания базового и повышенного уровня. Эти задания предполагают, что ученик совершает одно и то же действие. Но в первом случае, если это базового уровня задания, ему достаточно использовать образцы и правила, которые заложены в традиционную программу, ну, в программу учебников. Здесь мы, я и мои коллеги провели большой анализ. Мы просмотрели много очень учебников, которые, ну, практически вот те, которые используют учителя. Надо сказать, что у нас в крае очень широко представлены разные программы, разные учебники, разные ОМК, поэтому ориентироваться на какое-то одно, мы тогда будем вынуждены, у нас половина остальных школ не будут успевать. Поэтому выделено что-то ключевое, что нельзя никак игнорировать в учебном процессе, и обязательно должно быть сформировано. С одной стороны, эти умения мы ориентировались на стандарт, когда выделяли, но с другой стороны смотрели, что примерно у нас по разным ОМК проходит в это время учащийся. Так вот, базового уровня задачки, они традиционно выглядят. Задания повышенного уровня, они требуют некоторого понимания, хотя тоже в данной контрольной работе в основном сформулированы традиционным образом. Что значит ученик повышенного уровня? Я там дальше конкретно вам в презентации вставила решение вычислительного примера, чтобы было понятно. Но пока здесь, как это можно понимать учителю математики? Ученик, который понимает математику на повышенном уровне, он понимает суть математических отношений, может отличить существенные важные условия, которые нужны в задаче, от несущественных, лишних условий, зашумления ситуации, понимает правила, применяет их осмысленно. Если можно более рационально посчитать, он посчитает более рационально. Владеет общими способами вычислений, но при этом их способен гибко применять. То есть иногда не нужно применять общий способ, он делает решение более трудным. Иногда нужно сообразить, как более рационально решать. И самое главное, он способен самостоятельно рассуждать при решении задачи. Мы можем сказать, что такой ученик свободно ориентируется в содержании математики вот с первого по шестой класса. Как определяется повышенный уровень ученика, это в презентации вы видите в рамочке, рассчитывается суммарный тестовый балл и 50% от суммы всех баллов за все задания работы, а задания базового уровня оцениваются в один балл, а повышенного в два балла. Ученик должен набрать. При этом у нас четыре сквозных умения, и должно быть решено хотя бы одно задание повышенного уровня по каждому из этих четырех сквозных умений. Тогда мы говорим уверенно, что у нас ученик освоил математику до седьмого класса, математику, и дальше это дает основание, что он будет уверенно осваивать алгебру и геометрию на повышенном уровне. Мы когда анализировали работу, пришли к тому, что нам нужно выделять два базовых уровня. Я сейчас расскажу, чем они отличаются друг от друга. И тот, и другой предполагает, что в основном ученик работает за счет того, что он ориентируется на какие-то готовые правила и образцы. На то, что непосредственно разбиралось на уроках, то, что разбиралось в учебниках, то, чему его научил учитель. Базовый уровень один. Итак, ученик освоил только способы работы по образцу. При этом он не выходит на уровень мышления, рассуждения, сравнения, выделения какого-то общего, важного, что, собственно, и требуется, что и призвано формировать математика. Мы все прекрасно знаем, что не менее значимо, чем формировать умения и навыки, которые мы применяем в практической жизни, и которые сейчас вытесняются, на самом деле, информационными технологиями, очень важно научить человека рассуждать правильно, мыслить, понимать, отличать верное истинное знание от ложного, обладать какими-то способами проверки этих знаний. Так вот, ученик, который освоил математику на базовом уровне, пока еще не умеет самостоятельно, без помощи учителя, мыслить и рассуждать о математических объектах и отношениях. Что означает базовый уровень 2? Ученик начинает осваивать общие способы и становится самостоятельным в рамках отдельных предметных линий, каких-то отдельных умений. Это означает, что у него в зоне ближайшего развития переход на повышенный уровень. Если мы правильно выстроим работу с такими учениками, мы можем ожидать от них далее в 8-9 классе перехода на повышенный уровень. Если, конечно, это будет необходимо. Если обращаться опять к контрольной работе, тестовый балл суммарный от 9 до 15, 9 баллов это 60% от суммы всех баллов только за задание первого уровня. Если ученик получает 9 баллов за контрольную работу, а максимальный балл 40, то он уже показал базовый уровень по результатам контрольной. Если он получает от 16 баллов, 16 это 40% от суммы всех вообще баллов и базового и повышенного уровня, то мы говорим, что он освоил программу на базовом уровне 2. То есть он уверенно владеет правилами и алгоритмами, и отдельные умения у него формируются на повышенном уровне. Вот эту категорию учащихся мы посчитали нужными выделить специально, потому что это задает ориентиры работы учителя, ну и можно дальше понимать, что дальше делать с такими учениками. Если ученик освоил программу на повышенном уровне и при этом еще выполняет не менее половины заданий повышенного уровня, можно сказать, что он владеет содержанием школьной математики начальной школы 5-6 класса свободно и на высоком уровне. Центр оценки качества вернул информацию об уровнях учеников, о тех баллах, которые они набрали. Мы не делаем предложение перевода этих уровней в шкалу отметочную, в пятибальную шкалу. Но если образовательное учреждение считает необходимым, например, оценить результаты учеников, которые показали самые лучшие, или, например, результаты по пятибальной шкале, оно вправо это сделать самостоятельно, пересчитав эти результаты так, как они считают это нужно. Вот на этой диаграмме представлен средний балл выполнения. Средний балл – это вот эта вот бирюзовая полосочка по всему краю. В среднем 15,3 получили баллы за работу в целом. Красная нижняя полосочка – это нижний порог первого уровня. Вот эта вот зеленая – это сумма всех баллов за задание первый уровень. А верхняя красная – это нижний порог уровня базовый 2. То есть мы видим, что у нас по краю средние результаты, они находятся между порогами базовый уровень 1 и базовый уровень 2. А с 20 баллов у нас начинается повышенный уровень. То есть в среднем по краю результаты вот такие вот, в таком диапазоне находятся. Хорошо это или плохо, немножко дальше поговорим, потому что мы будем сравнивать их с тем, что у этих детей было в начальной школе. Вот. А сейчас давайте еще немножко, чтобы было понятно, что за материал и почему такой материал. То есть вы многие видели контрольную работу, проводили ее, проверяли. Мы читали ваши вопросы, которые вы в Центре оценки качества задали и предложения. Ну, отчасти я надеюсь, что наше сегодняшнее обсуждение, оно как-то на эти вопросы ответит. Значит, вот у нас три предметно-деятельностных линии. В работе есть несколько типов заданий. Есть задания, которые проверяют только одно, и есть задания, которые проверяют одновременно два умения. А в математике, к сожалению или к счастью, такие задания, чтобы оно было только на одно умение и было повышенного уровня, его придумать составит достаточно трудно. Поэтому мы специально подбирали задания так, чтобы они не предполагали, решались как бы не более чем двумя умениями ключевыми. Все эти умения входят в федеральный стандарт как требование к освоению программы, и поэтому все они должны быть сформированы у учащихся. Работа содержит 21 задание. Понятно, что если мы хотим одно и то же действие у ребенка проверить на базовом и на повышенном уровне, то в принципе заданий и тех, и других должно быть примерно одинаковое количество. Ну вот мы здесь видим, у нас 10 заданий базового уровня, их чуть-чуть побольше, 8 заданий повышенного и 3 задания смешанного. Это означает, что, например, вычислительные умения нужны достаточно простые на базовом уровне, а, например, способность моделирования на повышенном или наоборот. Как правило, если задания у нас на два умения, одно из них, как правило, вычислительное. Еще одна особенность работы состоит в том, и многие тоже это отмечали в своих комментариях, что у нас не разделяется в тексте работы задание базового и повышенного уровня. На один и тот же способ действия задания идут подряд. Однако самые легкие, они подчеркивались. То есть ученику можно было сказать, что вы, вот видите, в работе... Сейчас я ее попробую загрузить. Ой, тут ничего не видно. Значит, вот видите, подчеркнуто, например, задание 1, да? Оно подчеркнуто. Это значит, оно точно простое базового уровня. А вот, например, задания 8 и 9, они не подчеркнуты. Это значит, что с этих заданий не надо начинать. Надо вот с седьмого начинать, которое подчеркнуто, более простого, да? А не с пятого, которое тоже не подчеркнуто. То есть ученик, выполняя работу, может сам выбирать порядок ее выполнения, с каких заданий начинать и в какой последовательности это делать. Но при этом, если у нас ученик слабый, мы можем ему сказать, видишь подчеркнутые задания, выполняй работу, начиная с них. Другие пока не трогай. Если остается время, то выполняй остальные задания. Почему так выстроена логика? Потому что на самом деле, если идут подряд два задания, базового и повышенного уровня, и ученик решает задание базового уровня, для него оно является как бы подсказкой или опорой, когда он решает следующее задание уже повышенного уровня. Поэтому они расположены у нас вместе. А для того, чтобы не вызывать чрезмерного утовления, сначала все задания на вычисление, потом на преобразование, потом текстовые задачи, они расположены в произвольном перемешанном порядке. Когда проходила апробация, мы смотрели и выяснили, что это наиболее удобная форма для такой избыточной контрольной работы. Что значит избыточная контрольная работа? Это значит для того, чтобы набрать необходимое количество баллов, грубо говоря, получить достаточный балл, показать повышенный уровень, не обязательно решать все задания контрольной работы. И для того, чтобы показать базовый уровень, не обязательно решать все задания базового уровня. В этом отличие подобных работ, сейчас все в основном современные диагностики, на это опираются, от аналогичных работ традиционных. Когда мы даем контрольную, и мы предполагаем, что ученик должен полностью, целиком и полностью справиться с этой контрольной. Я говорю сейчас это потому, что очень много замечаний, которые получили от учителей, а почему вы не выделите отдельно легкие, отдельно трудные? А почему у вас такой большой объем работы, ребенок справиться с ней не успевает? На самом деле, и не нужно справляться со всеми заданиями, особенно слабым детям. Валерия Григорьевна, вы ответите, почему в инструкции не было информации, подчеркнутых? Значит, вопрос поступил, почему в инструкции, сейчас Валерия Григорьевна попробует ответить вам в чате, не было информации о подчеркнутых заданиях. Ну, а мы с вами идем дальше. Значит, вот у нас получились такие, вот такая структура, я на ней подробно останавливаться не буду, вы если захотите, презентация будет доступна, и посмотрите. Значит, вот задания повышенного уровня, несмотря на то, что они оцениваются в 2 баллах, общая доля баллов менее 50%. Здесь каждое задание, в этой табличке представлено номер задания, какому умению оно соответствует. Может оказаться так, что одно и то же задание попадает в разные вот эти строчки, но это потому, что оно на 2 умения. Поэтому, если вы просто будете тут суммировать баллы и количество заданий, у вас может немножко результата не сойтись. Значит, вот я хочу подробнее остановиться на одной важной вещи, которую мы игнорировать никак не можем в основной школе, это умение производить вычисления. С одной стороны, мы вынуждены, мы должны с этим уже закончить, то есть к концу 6 класса вычисления должны у нас сформироваться. А с другой стороны, мы дальше, математика, это вот одна особенность математики, которая всегда мучает детей и учителей, что мы всегда должны помнить то, чему мы научились ранее. Если мы по истории можем забыть историю древнего мира и хорошо знать историю нашей страны, то здесь мы вынуждены все помнить. Если у нас ученик не выполняет вычисления, у него все труднее и труднее, ему становится выполнять и дальше наше задание. Поэтому мы проверяем умение производить вычисления с разными видами чисел. Этому посвящено много заданий теста. Ну и вот смотрите, вот конкретный пример. Как ученик, который работает на повышенном уровне, то есть он понимает не только правила и принципы, решает задачку. Вот у нас была в тесте задачка, не помню в каком варианте. Вот такая, вычислить значение выражения. Она не подчеркнута, то есть это задачка повышенного уровня. Смотрите, что делает у нас ученик. Ну в скобочках действия выполняем. Записывает сразу в десятичной форме. Одну седьмую умножаем на 2,8. Мы понимаем, что мы не можем одну седьмую перевести в десятичную форму, он это понимает. Но по правилам действия общим нам нужно было бы, что бы сделать? Перевести 2,8 в обыкновенную дробь, и по правилу умножения дробей получить результат и дальше уже сокращать и упрощать. Здесь ученик замечает, что умножить на одну седьмую, это все равно, что разделить на 7, и сразу получает результат. Ну и дальше складывает. То есть задание выполнено полностью правильно. А вот давайте посмотрим, как ту же самую задачу решает ученик, который на базовом уровне освоил математику. Но вот как он решает задачу повышенного уровня. Смотрите, вычисление выполняется, он не замечает возможности упрощать результаты. Вот он тут посчитал, получил там 28,7. То, что это сокращается, мы не видим. Первый раз он эту возможность имел вот здесь, но можно было в принципе не воспользоваться, ничего особенного не произошло. Второй раз он эту возможность имел вот здесь, когда приводят дроби к общему знаменателю, но общий знаменатель 70, но это просто лениво приводить общий дроби к такому знаменателю. Наверное, можно было подумать. Все равно не сокращаем, получаем огромные числа, еще более огромные, и в итоге получаем вычислительную ошибку. То есть что делает ученик, который привык ориентироваться на наши правила? Он не думает в зависимости от ситуации, не экономит свои силы, тратит лишнее время. Вот это вот все накапливается и получается ошибка. Так вот откуда у вас возникает эффект, что иллюзия, ощущение, что объем работы большой и мы не успеваем. Конечно, если мы вернемся сюда, если мы будем считать вот так, вычисления просты, мы все успеваем и быстро решаем задачу. Но для этого нам понадобилось понять, как считать более рационально. Если мы будем считать вот так по правилу, если у нас очень хорошо поставлен навык, мы тоже, наверное, вычислим это все. Ну а если не очень, то будут копиться вычислительные ошибки. Это говорит о том, когда человек ориентируется не на понятие умножения чисел, записанных в разной форме, а на правила. Вот такое вот получается у нас начисление. Ну возникает вопрос, а что делать, чтобы научить учеников работать? Так как вот тот первый. А вот надо обращать внимание, что в некоторых ситуациях нужно действовать, ориентируясь на смысл, а не на правила. И это действие будет более эффективно. То есть находить такие примеры в учебниках, придумывать самому. Более того, нужно побуждать учеников искать и придумывать такие примеры. Может быть, других учебников, не обязательно. Тех, по которым вы учитесь, а те, которые лежат, пылятся на полках, по которым учились родители этих учеников. У некоторых они до сих пор есть. И самое главное, обсуждать с учениками разные способы решения одного и того же задания. Лучше решить одну задачу несколькими способами в этом смысле, чем решить много задач одним и тем же способом. Что-то она у меня... А, я ее увеличила, да, сильно. Я ее увеличила. Ну, нормально. Значит, вторая линия. Я подробно на них, опять же, на всех не буду останавливаться. Просто было очень важно... А, да, я прошу прощения. Вот сейчас, если вернуться, видно вот здесь из контрольных материалов начальной школы пример. То есть вот это вот эти же дети считали в начальной школе. Вот такой пример. Но здесь мы видим, что здесь важен порядок действий проверялся. Здесь ничего нельзя такого особенного придумать, чтобы рационализировать выражение. Так вот, если вы вот такие будете детям давать примеры, которые, в принципе, ну, удобство и рациональность допускают, они так придуманы. И не будете искать те, которые можно решать разными способами, то у вас и вот в этой ситуации, как у нас тоже, 1,7-2,8 ученик не заметит. То, что 7 десятых записанной обыкновенной дроби, это 0,7, он тоже не заметит, будет считать дроби. Еще одно важное замечание, тоже я на этом остановлюсь, из-за того, что было много вопросов. Линия преобразования, умение преобразовывать. Оно у нас складывается из двух предметных умений. Умение преобразовать форму записи выражения, то есть использовать распределительный закон и умение преобразовать форму фигуры. Было очень много вопросов, почему именно такой геометрический материал мы вводим в контрольную работу. Так вот, причина очень простая. И то, и другое умение, я сейчас увеличу, чтобы было лучше видно, способствует формированию учеников одного и того же мета-понятия. Мы знаем, что мы по программе должны в соответствии с новым стандартом не только понятия предметной формировать у учеников, но и межпредметные понятия. Так вот, в математике нам повезло, у нас есть фактически два предмета внутри математики, это алгебра и геометрия. И вот понятие преобразования формы, оно является межпредметным между этими понятиями алгебры и геометрия. С одной стороны, мы преобразуем форму выражения, с другой стороны, форму фигуры. И то, и другое действие, они как бы поддерживают друг друга, и одно из них позволяет ученику понимать смысл другого. Поэтому обязательно в учебном процессе должны быть и те, и другие преобразования. Если вы в своей программе мало удаляете этому времени, не нужно уделять. Для чего? Для того, чтобы сформировалось понятие, некоторое отношение формы и содержания, которое, собственно, центральное для очень многих математических задач. Как преобразовать форму чего-то, сохранив значение? Как преобразовать уравнение, сохраняя множество значений? Как привести многочлен к стандартному виду, так, чтобы у нас множество значений не изменилось, и он не превратился из квадратного трехчлена в линейное выражение. Поэтому очень важно понимать смысл этого понятия. Значит, еще одно предметное умение составлять математическую модель. Здесь я ничего нового вам не скажу, это все известно. Задачки очень близки по форме, как они выглядят, и по содержанию к задачкам из единого государственного экзамена. И последнее умение определять истинность или ложность выражений. Здесь вот какая особенность. Чтобы не перегружать работу, мы достаточно мало ввели задания, всего три задания, поэтому мы определяем, либо находится это умение в стадии формирования, либо не еще, еще пока не находится. Это пока носит такой пропедевтический характер, и вот уже в седьмом классе, и дальше в восьмом, и в девятом, умение вот это, и некоторые другие, которые в доказательной линии, они как бы начинают выходить на первый план. Есть ли какие-то вопросы? Я сейчас могу сделать просто точку по содержанию контрольной работы. Ага, ну здесь вот отмечают, что не нашли таких подчеркнутых. Информация о подчеркнутых заданиях, да? Коллеги, я вас призываю все вопросы задавать в разделе «Вопросы», которые у вас возникают. Если что-то стало более понятно, пожалуйста, вы там напишите про это, что вам что-то стало более понятно. Потому что мы все ваши вопросы в обязательном порядке рассматриваем, анализируем, и если можно как-то улучшить, не меняя идеологию работы, то мы обязательно все это учитываем. Ну хорошо, вы пока подумаете про содержание. Я думаю, что отношения все равно есть, потому что оно было и вот по ходу выполнения работы. Ну давайте посмотрим теперь, какие у нас получились результаты. Краевая работа в 2014 году на этих же учениках проходилась. Мы подняли эти материалы, и вот какие были данные. Выделилось три группы. Первая группа, те, которые не достигли даже базового уровня. Их было 17% от всех писавших работу. Что это за ученики? Они не освоили больше третьей программы всей начальной школы, но однако с какими-то отдельными заданиями справлялись успешно. Из этого те, кто проводили контрольную работу, делали вывод, что эти дети, то есть мы получили 17% детей, которые не готовы к обучению в следующей ступени, но при этом, при особой поддержке, они не безнадежные, поскольку с заданиями справлялись с отдельными и при особой поддержке способны к этому обучению. Вторая группа, 60% базовый уровень. Мы про него уже говорили, что это такое. Здесь тот же самый подход к базовому и повышенному уровню. Выводы были сделаны. В подростковой школе у этой группы могут снизиться показатели успеваемости и им будет сложнее разбираться самостоятельно с незнакомыми предметами, с новыми заданиями и использовать в других областях науки и математику. И третья группа ученики, работающие на повышенном уровне, 23%. Был сделан прогноз относительно них следующий. Они самостоятельно могут выполнять более трудные задания, могут самостоятельно изучать простые темы, проводить несложные исследования и главное применять полученные в начальной школе знания на практике тоже самостоятельно. А в качестве вот такого вот особенного замечания, по всей видимости, этим учащимся неинтересно будет работать только по заданному правилу и выполнять только задания из учебника. Вот это выводы, которые были сделаны по результатам краевой контрольной работы, проведенной на этих детях в четвертом классе. Значит, таким образом, смотрите, 77% наших выпускников, это 17% не показавших никакого уровня владения предметом и 60% базового уровня. Что мы можем ожидать, что мы могли ожидать? Они пассивны, инертны в освоении предмета будут, у них не будет самостоятельности в действиях и мышлении, потому что они ориентируются на те образцы, которые им дают взрослые, а не на собственное действие. И при непонимании трудностей они будут беспомощны. 77%. От 23% оставшихся мы можем ожидать самостоятельности, готовности решать трудные задачи, готовности размышлять, рассуждать и вообще демонстрировать какое-то мышление. То есть вот такая у нас была с вами стартовая ситуация. Может быть, следующее поколение детей по-другому совершенно будет выглядеть, но вот эти, они вот так выглядели. Ну и давайте теперь посмотрим, что мы получили. 27% ниже базового по сравнению с 17% у начальной школы. 60% базового, здесь 55% базового, здесь считаем вместе базовый, первый и второй. И 23% были на повышенном уровне, 17% у нас сейчас находятся на повышенном уровне. Если это детализировать, то мы видим, что если мы будем считать относительно только базового уровня, вот базовый один, да, группа, вот она базовый один, мы видим, что меньше половины учеников показывают базовый один, и примерно одинаковое количество выше и ниже этого уровня. Соответственно, мы видим, как вот вклады дают базовый уровень в эту часть. Таким образом, смотрите, мы обнаружили, что и учеников первой группы увеличилось, и учеников второй и третьей групп уменьшилось. То есть для некоторых, для значимого числа учеников, это не один, не два человека, значимая доля, обучение в подростковой школе оказалось неэффективным, мы должны это признать. Они свои достижения не только не улучшают, но не могут сохранить. А теперь давайте мы посмотрим на прогноз. Это заявлялось в качестве рисков еще два года назад. Ну, почему такая ситуация сложилась? Можно выдвинуть гипотезы. Первое. Мы не приняли во внимание результаты краевой контрольной работы, которую провели на детях. То есть мы не поняли их значимость, не поверили, что из них действительно это все следует. Не стали это учитывать. Второй вариант. Нет промежуточного мониторинга, который бы позволял по ходу оценивать а в шестом, а в пятом теперь что-то изменилось, лучшую или худшую. Потому что если такой мониторинг есть, то мы можем оперативно реагировать. Например, мы видим, что в пятом классе ситуация не улучшилась. Значит, надо думать, что с этой ситуацией делать. Ну и третья возможная причина. У нас не хватает ресурсов, чтобы учебный процесс перестроить. То есть мы понимаем, что такие риски есть, видим на каких детях, но нет ресурсов перестроить учебный процесс нужным способом. если детализировать наши результаты, то мы увидим такую более детальную картину. И, конечно, еще одна очень большая проблема, это различие ситуации города и села. Средний процент выполнения в городе 41, если округлять, в селе 32 процента всего. Если разделять теперь в городе школы на те школы, которые общие по отношению к математике, общеобразовательные классы, и те школы, в которых есть математические классы, это совершенно не значит, что те классы, в которых была контрольная работа краевая, они математические. Может быть, это 10-11 классы математические. То мы получим следующую картину. Смотрите, в школах, где есть в старшей школе математические классы, процент выполнения выше. В школах, в которых математических классов нет, процент выполнения ниже. Это и для сельских школ, справедливо, и для городских. При этом можете заметить, что математические классы в сельских школах, они примерно дают такой же процент, какой дают обычные, ну, обычные классы в школах, в которых нет специальных условий, не уделяется, внимания не уделяется математическому образованию. Примерно та же самая ситуация у нас в сельских школах, где в школах уделяется внимание математическому образованию, то есть есть математические классы. Я еще раз повторяю, это проценты не детей, которые учатся в математических классах, а проценты тех школ, где эти классы есть. Если говорить про освоение основных умений, мы видим вот такую вот замечательную картину, которую тоже стоит над ней подумать. Значит, здесь в табличке перечислены умения, производить вычисления, производить преобразование, моделировать вот эти четыре сквозных умения, да, и определять истинность и ложность утверждений. Вот смотрите результаты. Базовый уровень. Как ни удивительно, но наибольший процент это умение преобразовывать форму записи, либо форму геометрической фигуры на базовом уровне. И наименьший процент, как это тоже неудивительно, это производить вычисления с разными видами чисел. Вот таким образом, можно сказать, что мы получили большую такую предметную проблему, связанную с отсутствием вычислительных навыков учащихся. И если смотрим повышенный уровень, то здесь мы тоже видим, что у нас один из самых низких на втором месте, да, опять способность производить вычисления. И на самом высоком способность к преобразованию формы. В том числе и формы геометрической фигуры. Вот на этой таблице я подробно останавливаться не буду. то здесь приведены доля учеников и уровни освоения умений. Базовый, повышенный и ниже базового. Базовый взят обобщенно, базовый 1 и базовый 2. За исключением последнего умения мы видим, что у 50% то есть у половины учащихся умения, связанные с доказательной линией, с исследовательской линией, они формируются, а у 48, 49, чуть меньше 50% не продемонстрировали этих умений. Поэтому на этих учеников нужно обратить особое внимание, у них могут возникнуть дальше трудности с геометрией в более старших классах. ну и в некоторых вопросах алгебра тоже. Отдельный был вопрос, связанный с тем, что геометрический материал изучается не по всем программам и там с углами вопрос, задачка про углы, задавали вопросы. Ну, с одной стороны, для нас вот сейчас некоторые образовательные ориентиры, это ориентиры для нашей работы, поэтому если вы видите, что у вас в ваших учебных комплектах вы это не проходите эти темы или проходите неполно, недостаточно внимания уделяется этим вопросом, сквозным умением, ну, значит, надо менять те учебники, по которым вы преподаете, на более подходящие и современные. Это полученные результаты, это один из поводов задуматься, по каким учебникам вы работаете. Ну, и здесь вы можете посмотреть, вот у нас геометрический алгебраический материал про преобразование. Многие учителя формулировали опасения, что с геометрическим материалом дети знакомы, в меньшей степени, и поэтому, возможно, у них будут хуже результаты. Смотрите, ничего подобного. Во всех категориях, вот школы, где есть математические классы, это эта колонка, вот это, школы обычные, где нет, не удивляется особое внимание о математическом образовании, вот это, город, село, во всех классах, базовый уровень работы с геометрическим материалом выше, чем с алгебраическим. Что это значит? Это значит, что ключевые метапонятия, метапредметные понятия детям осваивать на геометрическом материале, понятие преобразования формы, легче. И если вы даете больше такого материала, то это понятие будет формироваться лучше. Если мы смотрим на повышенный уровень, то тут, конечно, геометрические задачи оказались сложными. Если опять обратить внимание на ситуацию в селе, мы здесь видим, что в сельских школах проценты ниже, чем в обычных школах в целом по всему краю, а в математических школах, где есть математические классы, эти проценты выше, чем вообще в школах по всему краю. Ну, что, в общем-то, должно заставлять задуматься? Администрацию, наверное, о том, как, ну, и вот институт повышения квалификации в том числе, как помогать сельским школам. Тут сейчас задан вопрос, какие учебники рекомендуете, на него отвечает Валерия Григорьевна, да, в чате. Ну, вот если, опять же, я подержу паузу несколько минут, вы можете посмотреть эти данные, может быть, у вас возникнут какие-то вопросы. Значит, в среднем, конечно, мы видим очень низкий процент выполнения заданий на базовом уровне. Очень низкий процент. Но это, с другой стороны, и неудивительно, если мы вспомним результаты краевой работы в четвертом классе, да, то есть мы имеем те 77% детей, с которым нужно организовать особую ситуацию обучение было нужно организовать. И если по каким-либо причинам у нас не получилось организовать эту особую ситуацию, но неудивительно, что мы наблюдаем снижение интереса. Так вот, пятый и шестой классы, почему мы ввели диагностику в седьмом, чтобы посмотреть результаты пятого и шестого. Это очень важный период, когда у детей с одной стороны еще естественный интерес сохраняется к разным вещам познавательным, а с другой стороны мы имеем возможность как исправить всякие пробелы и недочеты, которые были в начальной школе, так и сформировать различные пропедевтические понятия, которые позволяют нашим детям более успешно осваивать дальше алгебру и геометрию. Вот этот период очень чувствительный к формированию пропедевтики, то есть подготовки к понятиям, и его здесь нельзя упускать. Именно обращая внимание на ключевые умения. Вопросов пока по этой части нет. Коллеги могут сравнить свои школы с тем, что там те данные, которые приведены. И дальше мы сформулировали пять проблем. Сейчас мы их быстренько осветим, и дальше, если какие-то вопросы возникнут по этим проблемам, я буду очень рада, если вы эти вопросы зададите. Первая проблема, она связана с оценочными средствами. Современные оценочные процедуры и средства, они очень сильно отличаются от традиционных контрольных работ. Мы эти отличия уже немножко обсуждали, хотя бы тем, что все они избыточны по принципу, то есть ученик не должен выполнить обязательно всю и полностью. Они основаны на определенных моделях и так далее. Но самое главное, что к этим процедурам нужно относиться как к поддержке образовательного процесса, а не как к его контролю. То есть не ожидать ни администрации, не учителям, что плохие результаты будут репрессии, хорошие результаты будут поощрения. Но не на это ориентированы работы, они ориентированы на то, чтобы понять ситуацию и понять, какими средствами можно эту ситуацию улучшать, в каком направлении двигаться. Если же эти инструментарии воспринимаются как оценка контроль, то они не выполняют функции, которые хотелось бы, чтобы они выполняли, и в том числе не стимулируют нашу с вами деятельность учителя и ученика. Но это в первую очередь проблема конечно администрации, как учитывать результаты таких диагностик и измерений всевозможных в образовательной ситуации школы, для аттестации учителей и так далее. И с другой стороны это проблема и учителей конечно тоже, как строить свою работу ориентируясь на вот такие вот анализ результата. Значит почему дополнительное подтверждение тому, что эта проблема существует, вот когда мы смотрели предложение ваше по совершенствованию содержания краевой контрольной работы, здесь не включены ответы или предложения, которые связаны со структурой заданий, с логикой, с последовательностью и какие-то частные замечания про конкретные задания, только про общее совершенствование. Значит смотрите, что получилось. Получилось то, ну 4% предлагают упростить задания работы, а 6% предлагают их наоборот усложнить и дополнить новыми заданиями. При этом 14% учителей отмечают, что удовлетворены, но если те 6% добавить, то получится 20% учителей удовлетворены качеством материала. 27% предлагают исключить или упростить геометрический материал. Но коллеги уже мы с вами обсудили, почему это сделать невозможно. То есть геометрический материал это тот материал, на котором формируются ключевые предметные умения, в том числе важные и для алгебры. Если вы его исключаете из контроля, вы его исключаете из формирования тоже. Это очевидно так будет. И поэтому будут у детей проблемы. поэтому вот такое предложение связано с тем, что мы еще не до конца понимаем предмета оценивания, что оценивается и почему именно это оценивается. 27% указали на несоответствие объема заданий отводимого времени на их решение. Это связано с тем, что и не должно быть такого соответствия, поскольку работа в каком-то смысле избыточна. с одной стороны, а с другой стороны, вы заметили, что ученики, которые работают на базовом уровне, то есть это один из, то, что ученик успевает сделать все задания, это один из критериев того, что он работает на повышенном уровне. Потому что если мы ориентируемся на понятия, то большинство вычислительных примеров решаются быстро и без трудоемких вычислений. И кстати текстовые задачи тоже. Значит и наконец вот все, да, а вот 23% несоответствия материалов и ОМК. Ну, коллеги, здесь предложение такое, если ваша ОМК не соответствует, нужно менять ОМК, потому что содержание ориентировалось на... стандарт, когда все это разрабатывали и будущие поколения детей уже пойдут по этому стандарту. В чистом виде мы уже не сможем сказать, что мы там чего-то не сделали и не должны были делать, да, нам придется это делать. Вторая проблема. Нам ученики первых и второй группы, то есть те, которые не показывают нам уровня никакого или слабые освоили только образцы, кажутся слабыми, неспособными освоить сложный предмет. Поэтому мы им все упрощаем и даем формальные алгоритмы. Давая формальные алгоритмы, мы снижаем мотивацию, им становится неинтересно, они же тоже люди. Пропадает желание понять, и они становятся еще все более и более слабыми. Поэтому возникает вопрос, что и как, что делать и как учить слабых учеников. Здесь предложены возможные решения. Эти решения навеяны современной ситуации. И здесь важно с одной стороны учителю владеть какими-то методами, ну а с другой стороны очень важно ученика самого привлекать к планированию собственной образовательной траектории. Например, вот задайте себе вопрос, что дети узнали о себе после того, как написали эту контрольную работу. Можно ли сказать, что ваши ученики сами что-то узнали о себе, кроме того, что уже знали? Ну, например, то, что он троечник, он это уже знал, да? А вот что нового он о себе узнал? Узнал ли он, что он теперь умеет, а над чем ему нужно еще поработать? Если такое знание получено, то на основе его можно планировать дальнейшее обучение. И это и есть индивидуальная образовательная траектория. То есть в этом направлении нужно работать. Следующая проблема. Вот давайте сначала покажу основание, а потом проблему прокомментирую. Значит, вот еще одно, один ряд вопросов, которые Центр оценки качества задавал. Просил указать основные причины трудностей учеников при изучении математики. Значит, здесь мы Центр оценки качества еще не успел нам данные обработать, но вот около 520 или 30 человек ответы мы посмотрели, получилась вот такая картина. Смотрите, 51% считают учителей, что трудности связаны с тут в сумме 100 не будет, потому что разные выбирали аспекты, один учитель мог отметить разные трудности. Считают, что это проблема у учеников с вычислительными навыками начальной школы, что все из-за того, что, например, дети топлицу умножения не выучили, и поэтому у них все плохо. 28% считает, что какие-то личностные качества мешают ученикам, лень и так далее. А, нет, прошу прощения, 9%, личностные качества, не умение преодолевать трудности, лень, ну и прочее. 28% мотивация, это очень большой процент, то есть дети не хотят, им неинтересно, поэтому это мешает их научить. 43% неразвитость, мышление, плохая память, плохое внимание и так далее. То есть не сформировано логическое мышление, дети забывают то, что они только что выучили, у детей рассеянное внимание, они не могут сконцентрироваться. Но здесь сразу надо заметить, смотрите, мы не можем теперь опираться на память, на запоминания, так, как это делали, допустим, ну, когда учились мы с вами в школе. Сейчас, когда у нас развиваются различные информационные технологии, появляется информационная среда, у людей начинает формироваться так называемое клиповое мышление. Если вам интересно, вы можете запустить в поисковик прочитать про это, это очень интересный феномен. Но один из признаков этого феномена, что человек очень быстро переключается и у него нет необходимости держать в голове большие объемы информации, потому что эти объемы информации держатся разнообразными внешними носителями. Зачем я буду помнить, если я могу посмотреть в интернете? Поэтому мы в этой ситуации вынуждены как-то работать, учитывая специфику наших учеников. Ну и небольшие проценты, из которых наибольшие я хочу отметить, семья и самоподготовка, то есть домашняя работа, самостоятельная работа, ученики у нас ничего не делают сами. в принципе качества очевидные, трудности очевидные, но смотрите, здесь нет ни одного раздела, вот более подробно можно посмотреть, ни одной причины, которая связана была бы с учителем в основной школе. обучение математической подготовкой программы это только трудности с тем, что чего-то недоформировали в начальной школе, или программа была плохая в начальной школе. Все остальное, личные качества ученика, они как бы уже есть. На семью мы тоже не сильно можем повлиять, и самоподготовка выполнения домашних заданий тоже организуется силами семьи. То есть получается это причины трудности такие, которые с учительской деятельностью в общем-то как-то особо и не связаны. И вот поэтому мы возвращаемся к третьей проблеме. Учитель не видит себя, методику, образовательную среду, свои возможности как фактор, который влияет на качество математической подготовки, и который является ресурсом для ученика. Тут нет ничего, на что бы мог влиять учитель математики. ну и следовательно результаты мониторинга для нас становятся поводом для переживаний. Вот то, что в рамочке это очень важно. Нельзя эту проблему решить силами отдельными учителей математики. Здесь важно активное участие администрации и коллектива, педагогического коллектива школу. Следующая проблема, если вы помните данные по школам, в которых есть математические классы, мы видим насколько высоки получаются результаты у детей, которые в этих классах даже не учатся. Почему так происходит? Потому что в школе создаются определенные ценностные установки и образовательная среда. Статус занятия математикой повышается. Это положительно влияет на всех школьников. Поэтому таким важным фактором, одним из ключевых, существенно влияет на успешность выполнения работы, является создание образовательного пространства или образовательной среды для учеников школы. И здесь основные проблемы, которые надо решать, это создание такого пространства для учеников удаленных, малокомплектных, сельских школ. Последняя проблема связана с нашей подготовкой. Для того, чтобы учить тех детей, которые мы смотрели к нам, приходят в основную школу, добиваясь новых образовательных результатов, а мы все уже выучили эти типы результатов, предметные, метапредметные, личностные, необходимо самому учителю проектировать процесс собственной переподготовки. Сейчас масса всяких курсов, возможностей, с одной стороны, предоставляется и дистанционно, и вот институт повышения квалификации предоставляет различные курсы. их очень много, с другой стороны, не очень понятно, какой из них должен именно тебе подходить. Подумайте, как бы вы ответили на вопрос, кто несет ответственность за вашу переподготовку? Кто больше? Кто должен держать в голове ее направление и содержание? Уже сейчас становится понятно, что если учитель хочет в этой ситуации быть эффективным, то нужно обязательно включаться в работу разных групп творческих по интересам. Да, я вот целиком поддерживаю ответ «Я сама», который появился в чате. То есть мы сейчас в высшем образовании, да, совершенно верно стоим. Хотя вот в вопросах не всегда учителя отвечают так. Иногда отвечают, что это должен заниматься этим директор школы или департамент образования. В высшей школе сейчас та же самая ситуация. Постоянно мы тоже переходим на новые стандарты, мы тоже вынуждены переподготавливаться, у нас тоже меняются требования и к нам как специалистам и к нашим студентам. И тоже возникает этот вопрос. Если вы сами не возьмете ответственность за повышение собственной квалификации, вам никто это не повысит насильственно. Вас, конечно, куда-нибудь отправят, может быть, но эффективности от этого не будет. поэтому первое необходимо это нужно взять на себя ответственность, включаться обязательно в работу каких-то объединений, очень важно, что нужно выбирать свои способы и формы повышения квалификации, но проблема в том, как свои найти. Если и ответить себе на вопрос, вот у вас естественно есть опыт работы, на какие элементы собственного опыта можно опереться, уже можно опереться при подготовке к занятиям. У каждого учителя обязательно такой собственный опыт работы есть, и такие элементы в деятельности есть. Но поскольку мы все учителя разные, работаем в разной ситуации, у каждого человека они оказываются свои, специализированы в разной области. У кого-то лучше получается исследовательские задачки решать, исследовательской деятельностью со школьниками заниматься, у кого-то лучше получается показывать, как математика применяется в окружающем мире, тем самым поддерживать интерес, или еще какими-то способами поддерживать интерес у детей и формировать мотивацию. У кого-то получается работать слабыми, у кого-то сильными. То есть мы должны найти наши сильные стороны прежде всего. И если смотреть, в чем состоит готовность педагога к введению в ГОС, мы здесь что можем важно увидеть? Это в порядке от самого важного и первоочередного ко все более и более дальше детальному и конкретному. То есть самое важное это внутренняя мотивация учителя и осознание тех изменений, которые нас настигли как в связи с изменениями в образовании, так и с изменениями в обществе, в котором мы живем. Нужны другие совершенно качества для того, чтобы жить в этом обществе. Затруднения, которые здесь обычно возникают и мы их тоже, как правило, если спросить, то учителя их озвучивают. проблемы с учебниками, недостаточно их качества, например, нет заданий разных уровней, в том понимании уровня, которым вкладывают диагностические инструментарии. Не хватает времени для разработки уроков, это скорее связано с отсутствием опыта новой деятельности, нет каких-то методических сопровождений, ну и самое главное, вот как-то нужно переосмысливать свою деятельность на уроке. Как решать эти затруднения? Вот у нас есть конкретное предложение от Валерии Григорьевны, может скажешь про контакт, про городской семинар? Можно говорить? Ну вот для городских математиков немножко проще, потому что у нас есть такой постоянный действующий семинар, как раз очень составляет цепочки задач, как раз работа с теми уровнями, про которые мы и говорим в этой работе. Есть группа, ссылка на нее, есть математика Красноярска, где выставляются иногда какие-то материалы, делаются опросы, и самое главное, всегда есть анонсы событий, которые будут происходить, анонсы встреч. Вот, например, следующая встреча пройдет 13 января, это первая рабочая среда. Для учителей, которые не могут приехать на такую встречу, в принципе, можно просто присоединиться к этой группе ВКонтакте, даже если вы далеко в Красноярске живете, и какие-то материалы, и вопросы, опять же, можно там свои задавать, и в этом смысле получать ответы. То есть вот это именно все учителям, у которых в этом году шестой классы, прям вот бешно не ходить на этот семинар, или не пытаться участвовать в нем хотя бы через удаленные какие-то формы. У нас вообще есть такая гипотеза, что те, кто будет на него ходить, в общем, в году прекрасные дети напишут краевую контрольную работу. Проверим эту гипотезу в следующем году. Так. Ну вот обратите внимание здесь понятно про подготовку сейчас дистанционные и очные дистанционные курсы. Над чем следует подумать администрации школы, если здесь присутствуют администраторы завучи, директора, я к ним обращаюсь, ну и собственно учителям тоже школы. Над вот этими двумя вопросами стажировка в других школах, особенно школы, если речь идет о сельских школах, которых один учитель или два учителя и семь человек детей, то это становится очень важным посмотреть на других детей, попробовать поработать с другими детьми, получить экспертные отношения. Вот это направление в принципе новое, но можно в этом направлении двигаться и его развивать, обсуждать разные схемы взаимодействия. Совместные проекты нескольких школ объединенных и школ с институтами повышения квалификации и вы можете заказывать дистанционные курсы на самом деле с учетом специфики именно вашей школы, того, что вы, какие у вас есть дефициты, что вам необходимо освоить. Я думаю, что институт повышения квалификации с удовольствием возьмется за разработку таких курсов. И вот вы здесь видите подготовка тьютеров для учителей. Тьютерство это в нашем образовании новое такое направление. Сейчас очень активно обсуждается тьютерство детей. Это связано как раз с тем, что перенасыщенная образовательная среда и очень трудно определиться со своей траекторией, что собственно мне надо. Я открываю интернет, вижу там 50 разных курсов, пока я разберусь куда не следует записываться, куда следует проходит время, тратить мои ресурсы. Тьютер это такой специальный человек, который может, помогает организовать собственную деятельность. Надо скорее тоже обращение к ИПК. Возможно стоит подумать над такой позиции, которая помогала бы учителям, в том числе из сложных школ как-то самоапределяться и выстраивать свою траекторию. На этом у меня все. Если Валерия Григорьевна еще хотела добавить слово Валерия Григорьевна. Мне вернуть что-нибудь в какую-нибудь проблему? Обязательно. Хорошо. Знаете, я бы хотела на что еще обратить внимание. Оксана Витальевна уже говорила немного про это. Как работать с результатами, которые придут к вам от центра оценки качества. Смотрите, что там будет. Там будет по каждому мнению процент выполнения. То есть допустим, и хорошо бы это посмотрели не только учителя и администраторы, но и чтобы это обязательно посмотрели дети. есть целая такая как не знаю в гимназии и универсии есть традиция, есть уже разработок много. Можно в принципе к нам обращаться. Почта я думаю будет моя например. Это доступно все. То есть смотрите, самое важное что? Если вы сможете сделать результат этой работы основанием для планирования для постановки цели, а тогда надо обсуждать с детьми какие это умения? Что за задания на те умения дети могут вспомнить из контрольной или вы можете им подобрать из учебников например. Что значит уметь решать на базовом на повышенном уровне например задачи на вычисление? Отдельный разговор про рациональность вычисления он очень нужен судя по тому какие результаты у нас по вычислениям навыкам есть. Отдельный разговор по тому что значит моделировать что значит делать на повышенном уровне что значит делать это на базовом уровне. Прямо важно было бы провести урок анализа где бы мы не ругали детей мы очень любим учителя прийти сказать ах вы такие сякие вы очень плохо устали работу а прямо проанализировать что удалось у меня не лучше у меня не хуже насколько я понимаю там даже и по детям будут такие результаты не только усредненные по классу в этом смысле каждый ребенок будет иметь возможность посмотреть в чем он силен в чем он не очень силен и как устраивать его дальнейшую работу на самом деле если бы такой урок закончился составлением плана действий прямо от каждого ребенка это именно это то что хотелось бы получить в результате проведения этой работы ее анализа совместного анализа ребенка и учителя это вот та цель ради которой все затевалось поступил вопрос будут ли контрольные работы по математике восьмом классе насколько я знаю ближайших планов нет восьмом классе дети пишут физику вот и особенно почему работа в седьмом классе проходит она же по сути оценивает готовность к новым предметам каллыбре геометрии потому что все программы в это время выходят на какую-то одну ступенечку а потом бы учебник его не шли как бы вы научились но в конце пятого в конце шестого класса все дети знают один и тот же набор так скажем должны обладать одним набором умений и одним набором знаний а вот если речь о основании вопроса такие что как раз о том промежуточном мониторинге о котором тоже уже немножко говорили то есть если вам нужна работа которая может оценить сформированные какие-то умения то в принципе наверное ну опять же нужно заказывать такие работы которые уже будут привязаны к вашему материалу либо есть такой прекрасный инструментарий как дельта-тестирование которое тоже вам отдельно скажет о куфурове при заказе определенном скажет какому умению сейчас в институте повышения квалификации есть курсы которые могут на которых учителей могут научить работать с этими диагностиками дельта проверять работы оценивать определять уровень учеников то есть работать с материалами самостоятельно ближайшее время по математике я думаю где-то в конце января будут изданы просто эти материалы книжечками которые может учитель купить или школа купить и пользоваться именно свое усмотрение там диагностика происходит каждый год то есть вы можете ну или минимальный срок раз в полгода вы можете между такими большими вехами как краевые контрольные работы ЕГОГ и прочее смотреть в динамике что происходит с вашими детьми а еще еще скоро состоится вебинар я наверное ссылочку могу опять же здесь же есть у нас ссылка на группу математик красноярска я там возьму еще ссылку потому что сейчас например опять же гимназия университ делает большой проект точнее службы мониторинга гимназии университ которые как раз про то как устроено мониторинг этих математических можно быть устроен в школе и там издается материал вот который как раз именно про это как можно отслеживать и будет тоже достаточно интересный вебинар в который я тогда ссылочку выставлю и можно будет в ту сторону тоже двинуться и посмотреть могут ли школы так именно устраивать потому что ну хорошие результаты они получаются когда работа системная это да это согласно есть еще какие-то вопросы можно подождать использование педагогами результатов оценочных процедур и администрации школы да это самое главное что сейчас нужно понять нам надо свою голову как-то перестроить и понять что то что предлагается это адресовано учителю и не только учителю но и ученику вот то что Валерия Григорьевна сказала обсуждали ли вы планируете ли вы как можно обсуждать эти результаты с учеником здесь нужно да методической службы работать не только города ну например в гимназии есть служба мониторинга в самой гимназии может быть организовывать какие-то межшкольные или внутришкольные службы мониторинга ну и вообще разработка такого формата могла разработка такого формата как анализировать да теперь результаты она могла бы быть достаточно интересной и на самом деле лучше всего когда это разрабатывает именно учитель ну и зная особенно своих детей зная особенность своей работы своего класса в принципе опять же в ту же группу математики Красноярска пускай там легко присоединиться любому эта открытая группа она не связана именно с местом город Красноярск можно туда писать свои предложения свои вопросы ну я думаю что некоторый формат я мы туда попробуем выставить потому что ну это схема понятная работа надо переименовать на математике Красноярского края и так будет все в порядке я думаю я просто приглашаю потому что проще всего выставить туда чем рассылать как-то по-другому устраивать это все так вроде бы да вопросы пока закончились значит коллеги если какие-то вопросы у вас будут возникать вы их можете обязательно для тренажеров ну у нас еще будет до будущего года время для тренажеров потому что на будущий год контрольная краевая тоже будет в седьмых классах обязательно и если какие-то вопросы или пожелания или замечания у вас будут возникать их можно отдавать в Центр оценки качества образования нам все это передается мы все это будем анализировать и учитывать где именно можно будет купить книгу информация будет через Центр оценки качества где ее купить или через группу то есть во все возможные источники как только она выйдет мы вам дадим информацию и там ее наверное можно будет заказать нам в Центр оценки скорее всего и вам ее вышлют по почте скорее всего будет такой вариант спасибо коллеги за вопросы за отношения к происходящему надеюсь что до новых встреч с вами еще будут какие-то обсуждения до свидания до новых встреч до новых встреч